Здравствуйте! В конце июня на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого прошло заседание Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Провел его премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Почему столь важное мероприятие прошло именно на площадке знаменитого политеха? И какие сегодня задачи стоят перед высшей технической школой? В том числе об этом мы сегодня будем беседовать с нашим гостем, ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, член-корреспондентом Российской Академии наук Андреем Рудским. Андрей Иванович, здравствуйте! Добрый день! Почему площадкой был избран именно ваш университет? Я хочу сказать, что это определило тема этого президиума, потому что там тема звучала так. Это о роли высших учебных заведений в реализации национальной технологической инициативы. Это не первое заседание президиума, посвященное национальной технологической инициативе. Я это говорю, потому что я являюсь членом президиума этого, поэтому в курсе всех дел. Но это никакой роли не сыграло в том, чтобы выбор пал именно на политехнический. Объясню почему. Потому что, конечно же, коль тема касалась высших учебных заведений, значит, такое заседание должно состояться было в высшем учебном заведении. Ну и второе, конечно, оно должно было состояться в инженерном обязательно в УЗИ, национальные технологические инициативы. И в одном из передовых лидеров в области инженерного образования и инженерной науки. В обращении президента в декабре, как всегда, Владимир Владимирович обратился к Федеральному собранию. И как раз он сказал, что необходимо разработать национальную технологическую инициативу, которая бы позволила в течение 10-15 предстоящих лет поднять Россию в индустриальном плане, безопасности, уровня жизни населения России на высокий уровень, соответствующий, в общем, 21 веку. Были даны целый ряд поручений различным ведомствам на предмет разработки этой технологической инициативы. Понятно, 21 век, век цифровых, компьютерных, информационных технологий. И эта программа должна была соответствовать своей реализации. Поэтому были выбраны основные направления ее реализации. Касались они уровня жизни. Это Фуднет было название. И была создана руководящая группа под этим направлением. Нейронет, Автонет, Авианет и так далее. И как одно из таких завершающих, объединяющих, было направление Технет. По сути, это интегрирующий такое направление, скажу позже о НЕТ, которое как раз должно было вот эти направления, касающиеся безопасности, технологий, авиации, транспорта, питания, медицины и так далее, объединять в себе. И, конечно же, их реализация должна иметь сетевой, цифровой характер. Почему НЕТ-приставка? Потому что все это должно было вкупе быть гармонизировано и взаимодействовать в реализациях, используя самые последние достижения, конечно, цифровых, коммуникативных, коммуникационных, информационных технологий. Поэтому вот такие немножко латинские названия, но в общем смысл их понятен. И у нас наш профессор, проректор Боровков, он возглавил совместно с Глебом Никитиным, первым заместителем министра торговли и промышленности, как раз Технет. Поэтому, когда шел выбор, конечно, определялись. Ведущий, без сомнения, инженерный вуз, извините, один из ректоров, член президиума, и плюс еще и со-руководитель очень важного интегрирующего направления реализации национальной стратегической инициативы, тоже является сотрудником. Этот вопрос немножко был провокационный. Почему был выбран университет именно ваш? Я хочу для наших телезрителей все-таки сказать несколько слов, что на сегодняшний день ваш университет входит в достаточно высокий рейтинг вообще вузов в мире. И среди инженерных вузов в России вы на первом месте. Поэтому, в общем-то, понятно, почему выбор пал именно на ваш университет. Ну, я хочу сказать, что, например, у нас внутри в университете позиция очень жесткая в этом плане, что достижение – это временной параметр. Удержать их – это да. Ответственность на плечи легла нашего университета при весьма глубоком уважении ко всем техническим вузам России. И я считаю, что каждый из них заслуживает высоких пиетитов. Вот поскольку мы с вами стали говорить о рейтингах, существует некая программа 5100-2020. Да. Давайте мы расскажем тоже об этой программе. Ну, хочу сказать, что, конечно же, для чего рейтинги? Понятно, они предопределяют в будущем, ну, как и в любой системе, качество образования, известность вуза, да. И расширение возможностей работы с индустриальными партнерами, научными организациями мира. Понятно, что политика нашего Министерства образования, да и правительства России – это, конечно, произвести целый ряд мероприятий, направленных на интеграцию, скажем, высшего образования в мировое образовательное сообщество. Сегодня один в поле не воин. И понятно, России предопределено работать со всем миром, предопределено выполнять определенную функцию в этом сообществе, далеко не последнюю. И, конечно, мы должны понимать, знать и участвовать во всех мероприятиях, которые, в общем-то, приняты в своеобразной, скажем, игре в мировом сообществе. Ну, наверное, сейчас неуместно такую аналогию здесь в России проводить, типа, какая же футбольная команда не мечтает войти в лидеры, без сомнения, мировые. Ну, я все-таки произнесу, какой же вуз не мечтает войти именно в рейтинги мировые с весьма высокими показателями. Это понимали мы в вузах, это понимало правительство, министерство образования. Поэтому несколько лет назад и была создана программа по поручению президента нашей страны о том, чтобы была разработана именно программа и финансирование соответствующее вузов, ряда ведущих вузов, которые бы могли, скажем, к 2020 году войти в первую сотню рейтинга, их несколько, но одного из ведущих рейтингов мира. Задача очень сложная, но хочу сказать... Я думаю, капиталоемкая. Капиталоемкая, средств явно не хватает, но я хочу другое сказать. В чем самая основная позитивная роль вот этой программы, это то, что самым глубоким образом изменилась психология и мировоззрение внутри университета в коллективе. Мы действительно, вступив в это сообщество, победив в борьбе и войдя как раз в эту программу, начали по-другому оценивать себя. Изменять внутреннюю содержательную составляющую внутри университета. Мы больше стали уделять внимание коммуникативным мероприятиям. А это и уровень образования, это и получение новых магистрских программ, и получение стандарта европейского на английском языке. Углубленное изучение языка. Мы один из немногих вузов России, где бакалавриат 4 года. Все 4 года у нас все студенты изучают язык как обязательный предмет. Почему? Объяснять не надо. Мы привлекли, расширили наши контакты с нашими зарубежными партнерами. Приглашаем иностранных профессоров читать лекции на английском языке для наших студентов. Расширилось и обратный ручей. Наши студенты начали выезжать в ведущие университеты мира. Причем и раньше это было, но сегодня в более цивилизованном виде, когда целые группы проходят семестровые занятия за рубежом. И без сомнения поток иностранцев к нам значительно увеличился именно за счет того, что мы стали более открыты, более понятны. Программы уже соответствуют, скажем, по уровню мировым стандартам и по методике преподавания. То же самое соответствует тем учебным заведениям и правилам, которые приняты, скажем, в Европе. И хочу сказать, сегодня у нас в техническом ВУЗе обучается 4200 иностранных студентов. Это больше 12%. Нет, но это тоже говорит о том, что рейтинг все-таки работает. Известность ВУЗа, когда идет опрос, оно все-таки играется. Без сомнения. Причем рейтинг работает как во внешнем мире, так и внутри. И я хочу сказать, встречаясь с моими, скажем, зарубежными коллегами, ректорами, ряда ведущих европейских университетов, они в первую очередь всегда меня поздравляют с тем, что наш университет занимает весьма такие высокие позиции, особенно по The Times, скажем, в мире и в Европе. В мире 201-250-е. Ну, знаете, играть в первый раз и выйти на этот уровень, это очень ответственно, я бы так сказал. Согласна, согласна. В Европе мы вот уже почти в сотню, 113-е место занимаем, а по Бриксу 62-е и 3-е, в первую входим сотню. Поэтому это очень полезно. Это совершенно создает другой, более мобилизованный внутри климат университета. Каждый начал себя ощущать соучастником большого дела, поднятия рейтинга авторитета в мире университета. Исчезло мясничковое понимание того, как жить и куда двигать дальше. Нам плевать, что Европа, мы здесь умнее всех. Ерунда. Андрей Валович, я знаю, что вы имеете деловые партнерские отношения со многими ведущими университетами в мире. Кого вы убираете? По какому принципу? Вы знаете, это история, конечно, история. Университет уже больше 100 лет существует. И, конечно, исторически сформировался определенный пул, скажем, партнеров иностранных, скажем, или вузов мира. Но именно когда мы начали работать в системе программы 5.100, конечно, мы в корне пересматриваем и по сей день еще наших партнеров именно с точки зрения полезности для университета. Не для числа, не для того, чтобы где-то говорить, с кем мы работаем и какую географию университетов мы охватили. А именно с точки зрения полезности. Поэтому, конечно, мы в последние годы прекращаем с рядом университетов наши отношения. А с рядом университетов, которые, конечно же, занимают ведущие в рейтинге, без сомнения, места, либо они являются такими новаторскими, особенно если речь идет о молодых университетах, то я хочу сказать, есть чему у них поучиться тем, кому до 50 лет. Потому что это новые университеты, новые лаборатории, новые подходы, новые технологии, образовательные, научные. И нам они, без сомнения, тоже интересны. Ну и, конечно, мы отслеживаем географические показатели. Поэтому для нас страны Азии, Европы, Южной Америки, Северной Америки важны. По сути, если посмотреть на карту мира, то мы где-то похожи будем, может, не столь плотно на карту рейсов аэрофлота. Андрей Иванович, мы должны остановиться на рекламу. Итак, у нас реклама. Мы продолжаем беседу в студии с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, член-корреспондентом Российской Академии Наук Андреем Рудским. Я знаю, что вы первыми в России, первый университет, кто открыл свое представительство в Китае, в одном из самых высокотехнологичных районов в мире. Вот расскажите. Это была наша идея с Китаем, с университетом Синьхуа, Пекина и целого ряда крупнейших университетов Китая. Мы довольно давно работаем. Но, понимаете, надо четко, опять же, исходить из географической, от удаленности. А удаленность, она сказывается на эффективности работы. И, в общем-то, понятно, если ты внедрен в систему, эффект от твоей деятельности будет более значим, чем на таком дистанционно, скажем, на уровне удаленного доступа, скажем, к партнеру. Поэтому эту идею мы разработали внутри университета. Она действительно нова. Это вообще впервые в истории России и Китая. Почему? Потому что один из университетов открыл в государстве, а не в каком-то университете, свое представительство в определенном городе, да еще в Пудуне, это центр такой деловой активности, по сути всего, Китая, свое представительство. И, конечно, мы ставим задачу для представительства, это и культурный обмен, это и поиск наших партнеров в разряде вузовского сообщества, это и поиск партнеров в индустриальном, что тоже очень важно в сообществе Китая. Вы знаете, как активно сейчас развивается Китай. Это и помощь нашим предприятиям и предоставление площадки нашего представительства в Шанхае для предприятий России и для других вузов России. Я хочу сказать, когда Дмитрий Анатольевич, вот будучи у нас и подойдя как раз к стенду, где было представительство Китая, а его представляла госпожа Су, китаянка, руководитель этого представительства, то он был крайне заинтересован этим начинанием и прямо четко сказал, если я буду в Шанхае, приглашайте меня, я обязательно посещу ваше представительство, потому что это уникальный опыт. То есть это была вот чисто ваша инициатива? Да, и хочу сказать, что сегодня есть определенные трудности, потому что начинание новое и юрисдикция не позволяет проводить ряд таких очень важных функций, ну вплоть до открытия счета, допустим, нашего представительства в Китае, для того, чтобы они могли просто функционировать, зарплату получать. Да, ну во всяком случае вы первый проходцы и первооткрыватели. Мы приехали в Шанхай наше представительство открывать, одновременно там проходила индустриальная выставка, и вы не поверите, в рамках открытия представительства мы подписали 16 из них, 14 контрактов и два соглашения с двумя вузами Китая о сотрудничестве. Это буквально в 2-3 дня. Поэтому мы верим в эффективность, мы понимаем, что Китай был, есть и будет нашим для России стратегическим партнером, не только в области безопасности глобальной, экономических взаимоотношений, но и, конечно же, в области науки и образования. Вот благодаря вашим инициативам, в том числе и вот этим, все-таки сегодня уже университет вышел на другой уровень глобальный, который знают в мире, он входит в рейтинг, вас уже поздравляют, когда вы приезжаете в другую страну, вас знают, к вам приезжают иностранцы и так далее, и так далее. Вы открываете свое представительство в другой стране, и вы сделали все-таки упор на науку. Вы все время возвращаетесь к этой теме. Почему все-таки вы сделали ставку на науку? Да не я сделал на это ставку, а сделали наши пращуры. Потому что еще когда создавался политехнический университет, инициаторами были Сергей Юрьевич Витте и Дмитрий Иванович Менделеев, которые так сидя, попивая чай, общаясь друг с другом, сказали, да что же делать-то? Доколе будут германцы и англосаксы, инженеры управлять промышленностью России, которые, в общем-то, сегодня начинают, и вы помните, бум, конец 19-го, начало 20-го, пора вообще-то создавать российские школы. И было принято решение о создании трех тогда вот нашего, киевского и варшавского политехнических университетов. Философия была, что мы должны создать университеты нового типа, которые бы позволяли выпускникам института владеть глубокими теоретическими, практическими знаниями, юриспруденцией и знанием экономики. Поэтому обучение через науку – это та линия центральная, которая проходила через образовательную систему политеха всю жизнь. Всю жизнь – это два принципа – обучение через всю жизнь и обучение через науку. Конечно, были 90-е, нулевые, и, конечно же, это был постулат, а надо было приспосабливаться к экономике. И я хочу сказать здесь, наверное, определенную позитивную роль сыграло то, что я достаточно много времени проработал профессором в Ганноверском университете, в университете Ляйвница. Да, он, конечно, отличается от нашего, но отдельные, скажем, методики, опыт, взаимодействие с промышленностью у них меня многому научили. Я постарался, адаптировав, скажем, на нашу среду, это дело реализовать как раз и в нашем университете с моей командой. Почему? Потому что сегодня, что такое инженер, ведь там 20-30 лет назад технологическое переоснащение предприятий, в общем-то, длилось в течение 10-20 лет. Сегодня абсолютно меняются внутренние технологии 4-5 лет. И если мы не будем взаимодействовать по науке, по разработкам с нашими индустриальными партнерами, то в результате мы на выпуске через 4-5-6 лет магистратура совершенно не приспособленного к ведению активной инженерной деятельности специалиста. Поэтому мы самым активным образом последние 6-7 лет ведем такую активную работу по расширению наших контактов с нашей промышленностью. И нашей российской, и зарубежной. Это тоже важно. Вот. И очень важно еще начинание то, что мы сформатировали и разработали совершенно новую систему обучения наших студентов, используя возможности у промышленных предприятий. ВУЗ никогда не догонит по оснащению, по лабораториям промышленные предприятия. Поэтому если наши студенты не будут выполнять работы, практику, причем практика не разовая, а это обучение, именно обучение в течение семестров. Это так называемые сегодня базовые кафедры, но они не заточены под направление или специальность. Это комплексные бригады, которые необходимы предприятию. Это и расчетчики, и конструкторы, это и материаловеды, это даже экономисты и юристы. Они как группа приходят в то или иное предприятие и работают в тех или иных научно-технологических, либо промы, производственных структурах этого предприятия. Через технологии, через оборудование, общение со специалистами, они проходят такую хорошую практическую именно школу, инженерную школу. И преподаватели вместе с ними, потому что они тоже должны понимать и знать. Конечно, и руку на пульсе держать, конечно. Другое дело, что базовые дисциплины по тому или иному профилю читаются у нас, то вся практическая часть, конечно, мы стараемся и на это заточены на ближайшее время именно реализовывать на площадках наших индустриальных партнеров. Я смотрю, в вашем лексиконе прозвучало слово «бригады». Я знаю, что есть такое понятие «инженерный спецназ», который тоже приписывают вам. Вот что вы имели в виду, придумывая такое словосочетание? Что за этим стоит? Я не взял бы на себя авторство этого словосочетания. Оно родилось в стенах политеха, инженерно-технологический спецназ, и включал в себя очень значимое и емкое содержание. Почему? Потому что, делая два с половиной года доклад на Совете по науке и образованию, у меня был основной доклад, инженерное образование, будущее, как раз мы рассматривали, а куда двигаться-то нам в инженерном образовании. И понятно, что под одну гребенку, скажем, выпускать всех инженеров или специалистов, ну, было бы недальновидно, да и невозможно. Почему? Потому что ясно у каждого, скажем, человека с высшим образованием могут быть совершенно разные функционалы, они могут быть совершенно по-разному подготовлены. Поэтому мы рассматривали, там, скажем, что должны быть линейные инженеры, получившие добротное образование, как бакалавры, и работать и обслуживать самое сложное технологическое оборудование, которое сегодня есть на предприятиях. Вот современные станки, ЧПУ, там, пятиосевые, трехкоординатные и так далее. Они, ну, вы поверьте, ни один выпускник колледжа не в состоянии... Это почти космос. Это одно. Дальше кто-то должен эти цеха, предприятия организовывать, и чтобы они функционировали, взаимосвязи налаживать, отслеживать вот эти технологические цепочки. Ну, это инженеры-технологи. Ну, а кто Курчатовых, Харитонов, Александровых, Антоновых, Туполевых и так далее? Кто выпускать-то должен? Да, самородки, но, вы знаете, в наш век надеяться на то, что кто-то там... Да, вы правы. Не-не-не-не, это уже в прошлом. Поэтому, конечно, мы начали говорить, что мы должны, конечно... Это мало, это немного, это элита. Мы должны как раз вот готовить людей, которые, по сути, должны обладать целым рядом компетенций и возможностей. Ну, первое, быть востребованы рынком, без сомнения. Второе, они должны обладать не только специальными, но и транс- и междисциплинарными глубокими знаниями. Они должны быть мотивированы на производство. Они должны адаптированы быть к мультисреде, в которой они обитают. Это и культурная среда, и языковая, и техническая среда. И самое главное, они должны обладать еще двумя качествами. Это умение и понимание, и быстрое нахождение инновационных разработок, и видение их. И второе, иметь очень четкое предпринимательское понимание, как реализовать это, быть предпринимателем. И вот такие системные организаторы, вот мы их так назвали, инженерно-технологический десант. Вы понимаете, мы должны уйти от утратившего свой смысл словосочетания «кадры решают все» к другим словам. Я их произнесу вам. «Все решают квалифицированные кадры». Мы всегда возвращаемся, возвращаемся. Все равно к интеллектуальному запасу нашей страны, к нашим абитуриентам, к нашим будущим студентам и потом к будущим специалистам. Поскольку ваш вуз все-таки является действительно на сегодняшний день в России в инженерной сфере одним из самых престижных, конечно, я представляю, какой уровень потока к вам сейчас направится. Очень важно для вас, как для ректора, представлять, каким вы хотите видеть своего студента, что вы хотите дать, каким вы видите специалиста, который будет, возможно, потом преподавать в вашем университете. Так вот мой вопрос. Каким вы видите студента, каким вы видите вот этого будущего специалиста? Ну, я отвечу наоборот. Вначале от специалиста. Инженерно-технологический спецназ. Ну да. Все. Я сказал, какими категориями и качествами он должен обладать буквально пару минут назад. Это выпускник. И это только так. Элитные вузы должны выпускать элитных специалистов. Но в элитные вузы должны идти и лучшие абитуриенты. И вот как раз задача университета – комплексно воздействовать на умы и самих ребят, особенно родителей. А это идет влияние именно через рейтинги, через масс-медиа. И спасибо, что вы меня пригласили на эту программу. Я с удовольствием на нее пришел. Потому что, думаю, если вот родители слышат меня сейчас, думаю, что у некоторых в голове что-то так перещелкнется на предмет того, что мое дитя весьма талантливо, но в гуманитарные направления мы не пойдем. Наверное, а это действительно правильно, мы пойдем в сторону инженерного образования. Потому что за этим будущее. И хочу сказать, что сегодня ситуация в средней школе выравнивается, но медленнее, чем нам хотелось бы. И медленнее, чем то требует высшее образование. Поэтому, конечно, даже беря абитуриента, который обладает достаточно неплохими базовыми данными, знаниями, я имею в виду, это математика, физика, русский язык, иностранный язык. Пожалуй, самые такие главные для нас, для технических вузов. Но и общество ведения, и культурологические базовые знания, конечно, тоже необходимы. Ведь мы все-таки выпускать должны техническую интеллигенцию для России. И она должна...